И приветствую всех в JobSchool, с вами я, Достон, и сегодня мы с вами поговорим о том, как же, наконец, заговорить на английском уверенно и чувствовать себя уверенно, когда вы разговариваете с иностранцем на английском языке. Конечно же, мы делаем видео не только про разборы фильмов и грамматики, но также очень важно говорить о том, как применять эти навыки, применять изученные на практике. Давайте сегодня разберём 10 полезных лайфхаков, можно так сказать. Давайте же начнём с первого. Итак, первое – это изучать фразы вместо отдельных слов. Почему же это важно? Потому что даже в русском языке, когда вы разговариваете, вы часто используете фразы вместо слов, да? К примеру, вы говорите «иди ко мне», даже ребёнку, когда вы говорите что-то, «иди ко мне» или «возьми это», то есть там уже есть два слова, да? «Возьми это», да, и вторая причина, почему нужно изучать фразы, а не только слова, это то, что вы изучаете больше слов, потому что во фразе минимум есть два слова, то есть когда вы изучаете какую-то фразу, вы уже знаете два слова. И ещё полезный лайфхак – то, что когда вы изучаете фразу, вы можете забыть вторую часть, но всё-таки вы знаете, что вы хотите сказать. К примеру, «снять что-то», к примеру, какую-либо одежду верхнюю, «take». Нужно вспомнить, что мы должны использовать фразовый глагол «off». Правильно, предлог «off». «Take off» – «снять». Окей, видите, вы также можете изучать фразовые глаголы. Если вы не смотрели, пожалуйста, посмотрите видео, которое мы сделали на этой неделе про фразовые глаголы из фильмов и сериалов. Они очень полезны и очень часто используются в английской речи. Хорошо, поехали. И второй у нас совет – это «Listen to song and podcasts». «Слушайте песни и подкасты». Почему мы должны слушать песни и подкасты, вы можете спросить. Это очень-очень может помочь вам в изучении не только новых слов и фраз, но также поможет вам в навыке listening, то есть вы можете что-то слушать и повторять за песнями. Это очень полезно, я считаю. И также отличная находка для меня – это подкасты, потому что, когда я сдавал экзамены, особенно LTS и другие экзамены, я использовал подкасты для того, чтобы слушать что-то и записывать. Это очень-очень полезно для вашего навыка listening. Так что, пожалуйста, если у вас есть iPhone, у вас должно быть приложение подкасты, видите здесь. Или можете использовать другие какие-то приложения, к примеру, Overcast и другие. К примеру, я использую, вот видите, у меня здесь очень много разных подкастов. Есть про историю, про также мои коллеги, которые помогают в изучении английского. Очень-очень много разных подкастов. Так что... И что мне очень нравится в подкастах, это то, что вы можете не только слушать то, что вам задают, а также то, что вам интересно, к примеру, какие топики вам интересны. Это очень круто, я думаю. Напомню то, что не нужно изучать грамматику или что-то серьезное по песням, потому что в песнях они делают акцент на том, чтобы было в рифму и было как-то... Звучало круто, так что они не... They don't care about grammar and a word choice. So, да, они не думают о грамматике, и как правильно... Это вам не песни для изучения английского языка. Хорошо, давайте перейдем к совету номер три. Focus on speaking instead of writing. То есть, вам сначала нужно развить ваш навык говорения. То есть, когда вы хотите разговаривать с кем-то, вы должны больше практиковать, да? Это может быть понятно, да? Это может быть очевидно, но чаще всего люди, когда хотят повысить свой уровень в говорении, они почему-то сидят и пишут, и они записывают что-то, но на самом деле нужно выходить и практиковаться с кем-то. Не важно, с вашими друзьями, кто также с вами изучает английский язык. Так что сфокусируйтесь на тех вещах, которые вам важны. То есть, поставьте свои цели, которые вы должны сделать, и как вы должны к этому идти. К примеру, на сайте Skyeng есть очень много учителей, которые помогут вам в изучении английского, и особенно сфокусируются на speaking, потому что вы можете практиковаться где угодно и когда угодно, потому что это вы можете сделать здесь или на вашем компьютере. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, по промокоду получаете скидку. Так что, да, заглядывайте туда. А мы продолжаем. И совет номер четыре. Если вы не знаете какое-либо слово, просто возьмите и переведите его. То есть, Почему мы должны использовать? Потому что это просто, это очень быстро, и мы даже можем использовать, не знаю, Siri или что у вас на телефоне, Google Home or something. Когда мы разговариваем, у нас нет времени что-то переводить, сидеть или искать книги. Если вы что-то не знаете, вы можете сказать Я постараюсь тебе объяснить это слово, и тогда вам будет намного легче объяснить какое-либо слово на английском. Окей, совет номер пять. Это у нас использовать синонимы и также объяснение Или вы можете использовать также синонимы. Мы также об этом говорили в ранних видео, к примеру, как можно заменить слово cool, крутой, классный. Вы можете использовать разные слова, и это также зависит от вашего местоположения. К примеру, чаще всего в Америке используют разные другие слова, к примеру. В Америке часто используют awesome, и, к примеру, в Великобритании часто используют wicked. И да, это вы часто также можете посмотреть, можете увидеть в разных TV-шоус, в разных сериалах, и в реальной жизни есть большая разница, да. Так что старайтесь искать разные синонимы или разные другие похожие слова. Это вам поможет пополнить ваш словарный запас. Окей, совет номер шесть. Это начните ваш дневник. Start a diary. Почему вы должны начать дневник? Потому что дневник это ваш персональный друг, можно сказать, или персональная вещь, которая принадлежит только вам. Никто не может ее открыть, прочитать, никто не будет вас судить и все в этом роде. Так что вы можете просто взять и писать все, что у вас в голове на английском языке, самое важное. И это поможет вам быть увереннее и не думать о ошибках, которые вы можете сделать, когда вы пишете. И вы можете применять уже то, что вы изучили, раннее. Так что это очень круто поможет вам в изучении и также поможет вам применять слова, которые вы уже изучали. Также с помощью дневника вы можете увидеть ваш прогресс. К примеру, когда вы только начали писать и как вы улучшили не только свой навык storytelling, как вы рассказываете какую-либо историю, но также как вы описываете эту историю, какие слова вы используете. Если вы знаете, слова очень много означают нашей жизни. Если вы не знаете некоторые слова, это сложно описать какое-либо чувство и все в этом роде. Так что обязательно начните дневник и попробуйте. Можно не каждый день, может раз в неделю или раз в две недели. Это не важно. Самое главное, чтобы вы что-то писали и самое главное, вы использовали то, что вы уже изучили в английском языке. Хорошо, а мы переходим на следующий совет. Итак, совет номер семь, это copy text, то есть вы должны копировать какой-либо текст. Как я уже рассказывал про подкасты, вы можете писать, вы можете писать о том, вы можете делать заметки, к примеру, когда кто-то что-то обсуждает в подкастах, к примеру, в каком-то шоу, два человека или три человека разговаривают, вы можете записывать о чем они говорят и вы можете записывать слова, которые вы не знаете, к примеру, слова, которые вы никогда не слышали, вы можете даже просто записать и потом в гугл вы можете вбить это слово и посмотреть значение и он покажет вам, как правильно его написать и все в этом роде. И да, копировать текст также, к примеру, вы можете читать книгу и просто выписывать какие-то слова из этой книги, вот откуда вы можете брать настоящий язык и настоящие И слова, которые используют американцы, британцы, неважно. Хорошо. И это у нас было copy text. Копировать. Самое главное, когда вы изучаете язык. То же самое делают дети, когда они взрослеют, когда они разговаривают с родителями. Они просто копируют то, что родители говорят им. Хорошо. Следующий совет поможет вам в произношении. Это у нас record your voice. Записывайте свой голос. К примеру, у нас есть такое application, как voice memo, то есть диктофон. Вы можете взять, читать какой-то текст и записывать свой голос. Конечно, не всем нравится слышать свой голос. Но для того, чтобы практиковать свой навык и произношение, вы должны слушать, вы должны практиковать и сравнивать с носителем языка и стараться копировать, как я сказал, не только слова, но также и произношение. К примеру, вы также можете не только записывать свой голос, но также работать над произношением. И этот лайфхак называется shadowing. Да, можете даже в бить в YouTube, там есть полный урок о том, как делать shadowing. Это очень популярная техника. Это просто shadow, это у нас получается тень. То есть вы просто берете и копируете то, что говорит другой человек. К примеру, смотрите какое-то видео и вначале стараетесь прочитать, о чем это видео. После этого стараетесь копировать. Даже если вы не понимаете слова некоторые, вы просто повторяете за этим человеком. И в конце вы уже стараетесь полностью понять текст и уже стараетесь как будто озвучивать этого человека, но вашим голосом. И это очень поможет вам в произношении. Окей, это у нас был shadowing и также record your voice. И последнее, это у нас just relax. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь диалогом на английском языке или неважно на каком языке, потому что самое главное это наслаждаться и стараться использовать и показать то, что вы уже знаете, потому что невозможно просто за один день взять и заговорить на английском. Все требует долгой и кропотливой работы, да. И даже год и два года может показаться вам долгим временем, но это даже если вы делаете какие-то шаги к тому, чтобы заговорить, это уже что-то означает. Так что просто расслабьтесь, не думайте о том, что ой, другие разговаривают на английском, а у меня не получается. Самое главное то, что вы уже осознали то, что вам нужно стоит, вам нужно над чем-то поработать или вам нужно что-то исправить. Но на самом деле вы должны просто наслаждаться и стараться найти людей, с кем вы хотите разговаривать на английском и которые будут вас слушать, конечно же. И вы должны, конечно же, слушать людей. Это также очень важно, потому что 80% вы слушаете и только 20% вы разговариваете чаще всего. Ну, я имею в виду, когда вы не подготавливаетесь, просто разговариваете с кем-то на английском языке. Ну, конечно, про митинги и другие навыки, other skills, как говорить перед какой-либо аудиторией и другие навыки, конечно, мы поговорим в следующих видео. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами, потому что будет очень много разных видео. Также мы поговорим о других навыках, конечно, как я сказал, разберем фильмы с вами и все в этом роде. Так что оставайтесь с нами, обязательно смотрите другие наши видео и заходите на сайт Skyeng. Там будет очень много разных учителей, которые вам помогут, наконец, заговорить на английском языке. Так что обязательно check out my promo code. Смотрите мой промокод. И да, а мы с вами увидимся уже скоро. Пока-пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok